В Исайе, 26 главе, написано следующее, вот третий, четвертый стих. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. И тут почему? Потому что, есть причина, потому что Он верит, верит тебе. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Что такое совершенный мир? Это мир, который в твоей жизни находится, когда ты находишься в какой-то тьме. Или в каких-то сложных обстоятельствах. Это мир, который очень сложно пошатнуть, очень сложно разрушить. Совершенный мир. И вот твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Потому что Он верит тебе. Вот причина. Потому что этот человек верит Господу. И дальше сказано следующее. Верьте Господу во все века. Потому что Господь, Господь, скала навеки. О, Иисус, Ты наша скала. Знаете, удивительно, что Исайя написал здесь навеки. То есть, он в своем веке сказал, верьте Господу во все века. И в 21 веке тоже верьте в Господа. Потому что Он скала на все века. На все века. И вот, что важно. Важно оставаться в вере. Слово, которое здесь твердого духом, оно очень интересное. Потому что, по сути, твердость духа как раз таки и заключается в том, что ты веришь Господу, невзирая на обстоятельства. Вот, кто такой твердый духом. Это человек, который, невзирая на обстоятельства, верит Господу. Он твердый духом. Его невозможно поколеблить. Его пытаются столкнуть, но он твердо верит. Потому что он твердый духом. И вот такая вера хранит тебя в совершенном мире. Поэтому те люди, которые сегодня ищут мир, люди, которые пытаются найти спокойствие, то вот он ответ. Единственное спокойствие, которое мы можем найти, где мы можем его найти, это только в Господе. Потому что Он единственная скала на все века. Непоколебимая. Вот нету чего-то такого, чтобы мы могли взять и сказать, на это можно опереться в этом мире. Нету ничего такого, чтобы мы могли сказать, вот это хорошая опора, это хорошая скала. Возможно, на какой-то период времени так может показаться. Но в долгой перспективе есть только одна скала. Это наш Господь. Он непоколебимая скала. Это то, на чем мы можем стоять, и то, под чем мы можем укрываться. Это наш Господь. Он наше укрытие, наша скала. И поэтому, братья и сестры, вот даже в этих обстоятельствах нам очень важно помнить, что мир приходит в нашу жизнь, когда мы отдаемся Господу, когда мы отдаем Ему себя, и мы говорим, Господь, я буду верить. Я верю, что Ты сохранишь меня. Я верю, что Ты поддержишь меня. Я верю, что Ты проведешь меня. Я верю, что Ты со мной. В этих сложностях Ты ведешь меня. Я Тебе верю. Вот эта вера высвобождает совершенный мир. То есть, Ты, как блаженный, чувствуешь, что все хорошо, все будет нормально. По крайней мере, у Тебя. И вот это то, что нам важно развивать. Это способность твердо верить нашему Господу. Стоять и твердо верить. Знаете, какая проблема есть у некоторых верующих? Бог совершает в их жизни чудеса, но у них очень короткая память. И когда приходит следующая трудность, то они забывают о том, что Бог сделал в прошлом для них. И поэтому можно рассчитывать на то, что Бог поможет и в этой ситуации. Но люди забывают об этом. И они каждую новую ситуацию рассматривают, как что-то новое, и где Бог, скорее всего, может и не помочь. Но, братья и сестры, если Бог однажды спас тебя от льва и медведя, Он поможет тебе победить и Голиафа. И вот наша задача помнить. Мне нравятся слова одного Божьего человека. Он говорит так. Во время кризиса считай благословения Божьи. Считай, считай. Ну, как считай. Раз, два, три. Благословения Божьи. Потому что, когда ты начинаешь вспоминать о том, что Бог для тебя сделал, ты смотришь на ситуацию, и она у тебя уже не кажется такой большой. Потому что Бог уже тебе помогал. Он уже вмешивался в твою ситуацию. Поэтому Ему ничего не стоит помочь тебе и в этот раз. Поэтому давайте вспомним то, что Бог сделал для нас. Вспомним все, что Он совершал в нашей жизни. И вот, скажем, Господь, спасибо, что и в этот раз, и в этот раз ты поможешь. У меня, знаете, раза три в жизни было, когда я говорил так. Господь, вот если ты поможешь мне, это я уже был верующий, христианин, но я говорю так. Вот если в этой ситуации ты мне поможешь, вот ты точно существуешь. Вот точно ты есть. Вот если ты тут поможешь, то точно. И каждый раз Бог приходил, и каждый раз Он совершал чудо, совершал чудеса. И ты такой, да, Он есть. Ну, Он существует. Потом другая ситуация. Такой, не, ну в этой ситуации, вот если ты точно поможешь, то ты точно существуешь. Так ты ж в прошлый раз так говорил. Ну вот нет, хорошо, эта ситуация чуть-чуть другая. Ну, она как-то вот прям жесткая. И вот в этой ситуации, если Бог и в этой помогает, и потом еще одна ситуация, и ты такой, нет, ну Господь, вот если в этой ситуации, то ты точно есть. Братья и сестры, Бог есть, точно. Он точно есть. И мы можем четко на Него рассчитывать. Вау. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Когда дьявол ворует у нас мир, то ему очень легко работать над нашей жизнью. Ему очень легко вводить в нас в разного рода неправильные эмоции и состояния. Когда дьявол похищает у нас мир, то знайте, что следующее, что он будет делать, он будет либо вводить тебя в грех, либо вводить тебя в уныние, либо вводить тебя в сомнение. И вот в любом из этих состояний ты уже не можешь быть близко к Богу, потому что твое сердце отдаляется от Него. Не Бог от тебя, сердце. Когда ты находишься в унынии, то в депрессивном состоянии тебе очень сложно понять волю Божью на свою жизнь. Тебе кажется, что все плохо. Все плохо. Но вот когда мы находимся в совершенном мире, то у этого есть всегда продолжение. И это продолжение как раз таки и вера, и радость, и видение, которое мы можем получить от Господа. Поэтому первая стадия, к чему нам всегда важно стремиться, это к тому, чтобы находиться в совершенном мире. Я знаю точно, что Бог хочет, чтобы Его дети, они были наполнены Его миром. Потому что когда ты в Его мире, ты четко слышишь Его голос. Потому что ты в мире. И Господь к тебе говорит, и ты Его слышишь. Но когда ты в суете, твои мысли разбросаны, то Его голос смешивается с огромным количеством других голосов. И очень сложно понять, где говорит Бог. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что Он верит тебе. Вы знаете, я почему об этой теме проповедую, я вообще как бы не планировал. Просто я когда сегодня утром проснулся и молился еще перед служением, я четко услышал это слово, вот именно вот это. И когда я ехал сюда, я понимаю, что это слово, оно скорее всего кому-то предназначается. То есть оно скорее всего для кого-то. И может быть даже не для одного человека. И в принципе я могу понять почему. Потому что у нас такая ситуация, что это слово может быть актуальным. Но я понимаю, насколько вообще важно вот сегодня нам, как верующим, ходить в Божьем мире. Находиться в этом мире. Потому что именно этот мир, он поможет нам не ошибиться и не сделать неправильных решений, не сделать поспешных решений. Вот именно совершенный мир. Поэтому, Господь, благодарим Тебя. Спасибо. Спасибо Тебе. Пусть Твой мир пребывает с нами. Аминь.